Мои хорошие, мои любимые, идем всей толпой стричься китайцам. Красивые женщины в платьях. Сладенькие. Смотрите. Китайцы еще меня не стричьли. А что мне стричь, правда, я не знаю. Я стричься перед поездкой. Будь здоровы. Стричься перед поездкой. Что тут стричь, Коля, я не знаю. Что он сделает? И чем у меня лисе, чем я есть? А в Польске? Я, наверное, тоже не буду. Да? Ну что там стричь? Три волосы тут. Вот у Лешины, например, у нас все. Ну, а я с желудка вообще. Что, надо стричь? Конечно. А мне что стричь? Сделать из меня языка? Ну да. Итальянского. Ну, это знаешь, то же самое, что лисому сказать. Підстрижись. Ой. Первый раз в Италии. Підстрижись. Еще побрыться, скажи, чтобы я побрылся. Ехать надо, да? Конечно. Сюда, да? Ну, а ты потом положишь. Давай, дешево. Давай я. Киево-Леглима. Иди, не уши. Потом покажем перевоплощение. Такая парикмахерская. Работают китайцы. Это, да? Нет, нет. Это, 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 по-макина. А, окей. Это, это, подальше. Это, это, по-макина. Это, это, по-макина. Это, по-макина. Это, по-макина. Такая парикмахерская. Хорошо. Это, по-макина. Доброе утро. Сападу, ты готов? Впере воплощение. Китайский. Сейчас жарко, тебе, наоборот, надо хорошо, чтоб было. Там он Лешу тоже стрягут. О, Леша, да, хорошо будет. О, тебе Санвел вообще подстригут под нулювку. И сопра Лолашева, Беннин. Кабито, и сопра, ну где Виталя, там до боку. Ого, он тебе много снимает. По бокам тебе снимает много, а с верху Леша, понял? Нет, что на лысо. Он тебе по бокам много берет, жарко, понял? А с верху лежит ножницами. Лучше примерно так, как у Леша тебе будет. Будешь итальянец. На вас трешка тебе будет. Майсо прачили. Фате кола макинетта, а кое пинце? Будешь, будешь. Хай тебе уже все сделаешь. Будешь под итальянца. У Леши вообще красиво, что сзади. Интересно, как меня подстригут. Ладно, мы в поле тресно читаем итальянское. Леша, а ну повернись. Тебе сделало очень красиво. Тебе видишь, как красиво сделало? А мне? Ты смеешься, что издеваешься? Леша, ты издеваешься? Нет. Ты видишь, что на голове? Стрижка вспышка. Я к ядрю на волш. Сейчас посмотрите, что на меня получилось. Римская мера. Ну что это такое? Хай бог милая, как дозик на взводе. Я не хочу никуда. Я хочу выйти отсюда. Без времени не стыдно. Таких местах. Чего проводите? Коля, вот эти картинки развязываешь. Посмотри. Ты итальянский художник. Леша, ты знаешь? Ага. Ой, ребята, ну что это на голове? Я не могу. Ну капец, Леша. Не снимай. Да где там красиво? Вы смеетесь? То есть сидите. Посмеялся, если тоже. Ну что это за на голове? Что у нас с дыбом стоит? Я никогда так не носил. Когда-то давно в молодости. Это твой новый образ, привыкай. Это по-итальянски. Я никогда так не буду носить. Что это? Ну гони. Ну а здесь чуть помосишь. Но дома зачешешь. Зачем так он делал? Именно стрижка-встрижка. Сверху. Тебе, конечно, он хорошо ему сделает. Хорошо на часах второй этот. Не тот шамой. Пиды сядь до Колинова. Еще раз постричься, да? Отпрыгаешь. Ну тебе это хорошо тебе сделало. Ну повернись. Повернись. Вам хорошо обоим сделали. Тебе очень хорошо сделали. Особенно дай я тебе сбоку покажу. Посмотри. А что ты мне сделала? Вещь. Вот тут как классно тебе уклали волос. Вообще просто супер гелем. И вот тут. Ты что? Тебе такая классная притча, ты что вы мафлишься. Я знаю, это как Джек Николсон. В молодости. Да. Ой, капец. У меня ничего не было с собой. Ни телефона, ни вещей, ни каких. Я ничего не помню. Я сразу теряю. Иди, как они быстро делают. Очень быстро, профессионально. Не то, что у нас. 10 минут. Да где там 15. 10 минут. И сколько стоит такая стрижка? 8. У всех троих, да? Одинаково. Да, дай мне со мной, пожалуйста. Приходим тут дорогу, пойдем. Сейчас посмотрим эти духи. Вот магазин Примадонна называется. Это очень любит Алла Борисовна Пугачева. Примадонна, да. Она сейчас, когда приезжаешь в Италии, она покупает... О, ну тут красивые вещи, смотри. И недорогие, смотри. 27 евро вот такие. Это 30% скидка. Можно зайти, можно посмотреть. А? Смотрите, какие туфли красивые. Нормально. Смотри. Да. Леша на рубашку. Да. А, ну это... На Леша, да. Да, похоже. Конечно, вещи красивые. Скидки, что расшли, знаешь, что это... Примадонна. Все такое блестящее, со стразами. Зашли в магазин парфюмер. Ну, дживанши. Ну, ладно, там есть еще один магазин. Пошли, посмотрим еще один. По всем магазинам бегается. В одном уже купить и все. Бегают по всем магазинам. Армани, 50% скидка на все. Смотрите, Кельвин Клянь. 60% стоит, стоит 30%. Да, ну да, я понимаю. 100% скидки. Такой, он свежий такой. Они ну вот. Эти, они хорошие. Здесь это, с Harrison? Такой у Samuel. А вот этот? Гуччи. Да. Гуччи. Это, фреское. Нероли, от Феррари. Мне нравится вот такое. Да. Это тоалет. Нет. Нет. Что еще тут такого? Живанши, где-то? Нет. Живанши, а где-то нет. Хуго Бос не хотите, вот смотрите, стоил 100, стоит 50. Это тоже очень классный аромат. Это только на этом стеллаже, да, распродажа? Это по 50, да. А нам, если берем 3, то 20% будет. На каждый, на всю? Вот смотрите, какой классный такой. Да, свеча лока. Пробуют этот вакулафер, мне нравится. Хуго Бос. Стоил 100, стоит 50. Вот этот класс, да? Я не точно 100 стою. Да. Можешь и пойти, посмотреть на там. А тут только, ну, меньше емкость. Ну бывает, ну что, а тут по 50. 50 есть 100 миллилитров, да? Да. Вот этот 50% скидка там. Я же расканала вам уже. Вот это у меня такой триммер. А сколько стоит? 26 евро. 50. Не, это насадки. А-а-а. У меня чуть поуже, это уже как бы новый. Да, наверное, да, 50. А это такое, что и в носу, да? Да, да, да. Бритвы вон какие. Ну, никогда не пользовался бритвой такой. Вот триммеры есть, что в носу, по-моему. В ушах, и в носу. А, это тутные щетки. Утюги какие. Утюги какие. Утюги вся можно, да? Утюги какие. У тебя работает нормально? Да, шикарно. Так, а что ты бреешь? Потому что зарядка кончилась, я не сдал зарядку. Она где-то, ее на полгода хватает, так как я бреюсь. И как раз кончилась тут, понимаешь. А тут-то получается изнутри лучше вот эта, да? Ну да, вот эта вот такая, видишь, зеленая такая штучка. Вообще бреешься. Там разные насадки, да? Нет, там только одна насадка, и одевается, чтобы длину можно было регулировать. То есть, коротко побриться, тогда ты голый бреешься. Если одеваешь единичку, то чуть-чуть остается, двоечку больше остается. Понял? Насадки разные. Какие красивые телевизоры, смотрите, цвета какие. 2400 евро. 2600 евро. Видишь, как красиво. Обалденные телевизоры, конечно, да? Угу. Ну, такой надо в большую квартиру. Маленькая она будет. Ну, конечно, в однокомнатную или двух. Ну, в однокомнатную надо вот такой. Вот такой вот небольшой надо брать. Это с головой хватит. А что, я телек не смотрю? Ну, или такой, да, вот маленький. Я не смотрю телевизоры, допустим. Только что зашли в магазин, я покупал воду. Коля дал 10 евро. Она дала мне сдачи 5 евро и 2 евро. Ну, вот, это нормально. Ну, дала порватую всю истрепала. Ты говоришь, я не давала. Говорит, я сейчас буду вызывать полицию. А она позвала того-то. Он говорит, не, не, ничего страшного. Я вам помню. Так, а что она сказала, что она не давала? Она говорит, я не давала такие. А что она врет, я же, у меня других денег не было. А я ей чеки, я говорю, что офигели, говорю, 10 евро вам дала, говорю, твоя сдача была, говорю, чеки. Я не давала, говорит. Ты кажешь, сейчас я вызываю полицию. А что, такие евро не приняли, да? Конечно, 5 евро такие дала порвать, и кто и будет принимать. Капец. Она говорит, она в тебе деньги брала. Конечно. Ну, вот, представляешь, я говорю. И она мне дала, и она мне дала, у меня же других денег не было. Что сейчас, теплой или четвертой? Берет, и говорит, это не я, я не давала. Вот тебе. И дуракам вот это втюхала. Слышишь, я дала десятку. Она поняла, что это втюхало, и надо втюхать. Да, да. Я понял. А Коля, так она говорит, нет, это не я, она при мне, она меня смотрит. Это не я, я не давала. Коля говорит, она тебе давала, говорю, она. Ну, а кто? Ну. Это было, чтобы Коля зашел, если бы он весь раз. Вот уж мне не надо, я тебе говорю, иди купи воды. Вот тебе купи воды. А если бы дала двадцатки такие, не взяла бы, и стоял бы разбирать. Я зашел в полицию, у меня есть чек с бара, у меня есть твы, которые купили воду, и еще бы ей штраф стоял. Что, баба на голову тесла? Как это так? Ты покупаешь воду, даешь ей десятку, выходишь, ты заходишь обратно, говоришь, дай пятку другую. Она говорит, я не давала такие деньги. Она тебя вслуховала. Она. Там никого нет. Ну ты все, все. Украинка ходит, смотрите. Ну как ты их сразу видишь, я не понимаю. Сразу видишь. Ну, украинки красивее чем-то, да. Она на итальянском, говорите, на украинском. Украинка в Италии. Ребятки, приехали на шопинг. Такой огромный шопинг-центр какой-то или что это. Много магазинов. Сейчас будем шопиться. Шопоголики. Идем шопиться. Ну тут по 3 евро, по 5 евро футболки, штаны по 10 евро. Что нельзя дома по 900 гривен, по 1000, по 1,5 покупать. Ну это для дома, да, для мебели. Что дома покупать 3 дорого, если можно тут купить. Тем более пустые рюкзаки, эти чемоданы. Видишь, у них как расположено, как-то тоже во Франции, да. Не в черте города, а где-то за городом. Тут аэропорт рядом, у Мичино. А мы сейчас идем есть что-то там за 5 евро. Салат с креветками. Вспоминай давай. По газонам. Только мы так можем. Спасибо. Он бачит, что лучше пропустить. Лучше пропустить, чем ехать. Шоколад, я же говорю, что очень классный. Он у нас тоже продается, но стоит дорого очень. Тут может быть где-то в кафе. Вкусно пахнет, так ням-ням-ням. О, как столовка, знаете, наша. Все, что хочешь. Что тут есть? Буду едять. Пиццы какие. Огромные пиццы. Смотри, какие пиццы. Какая? Не знаю. А что тут есть? Как с голодного края, гляньте. Чарли-чаплин. Взяли такой салат. А это что? Это тоже я не взял. Чтобы заправбовали. С белыми грибами. Пицца, салат с креветками. Еще какой-то хлеб там. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...